Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для садоводов и огородников. Сегодня я вынесла свою рассаду, первую, которую я выращивала для раннего использования, и хочу ее высадить в теплицу. И одновременно сейчас я вам покажу, как должна выглядеть рассада перед высадкой на постоянное место. Вот у меня, я высаживаю в первую очередь два сорта, демидов и настенька, потому что они выносливые, если будет похолодание, то они выдержат, и потому что они компактные, они не разрастаются. Если высадить рано индетерминатные сорта, они вымахают, их не прикроешь ни пленкой, ничем. Вот смотрите, рассада с виду вроде здоровая, можно даже сказать большая, но она еще не цветет, у нее вот цветочная кисть только в зачатке. Желательно, чтобы до высадки на постоянное место рассада не цвела. Обычно, если цветы уже цветут, они опадают, вы теряете первую кисть. А первая кисть это самые крупные томаты. Во-вторых, она должна быть очень развита, корневая система. Вот если он у меня стоял в стакане, он весь земляной ком, корень охватил. Все, он уже развился до конца, значит это уже взрослая рассада. Вот видите, у нее все в пупырышках на стволике. Она дает нам знак, что ее нужно, вот покуда пупырышки, ее нужно по этому месту заглублять. Она даст еще дополнительные корни, и эта рассада и так здоровая и крепкая, она усилится еще в разы. Ну и конечно, рассада должна стоять самостоятельно, она не должна падать, должна быть крепкой, такой, как сказать, приземистой, не вытянувшейся. У меня, не смотря на то, что они, у них большая уже высота, они такие хорошие, высокие. Они не падают, они все стоят, видите, все крепкие, стоят даже на ветру. Я их сейчас выставила, перед тем, как сейчас из стаканчиков буду вынимать их. Все, вот такой должна быть рассада. Крепкой, с сильными корнями, не цветущей, желательно только, чтобы были бутончики. Вот они, бутончики. Конечно, если вы в стаканах выращиваете, это проще, она почти не почувствует пересадку. Но если она у вас в лотках, должно быть то же самое. Большие корни, толстые стебли, бутоны уже должны образоваться, но еще не цвести. И тогда у вас точно будет хороший урожай. Она маленечко у вас переболеет, зацветет уже на постоянном месте, а не в стакане. И будет хороший урожай. Как я буду высаживать и там какие лунки, все это будет отдельно в видео, потому что время видеоролика ограничено. Сейчас я только показала, вот какую рассаду, до какой степени я доращиваю и в какой форме я ее высаживаю. Вот такая крепкая, здоровая, с сильными корнями, но без цветов. Если хотите подробное описание этих сортов, я всем говорю, идите на мою страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Там описание сортов и демидов, и Настенька. Это современные, очень хорошие урожайные сорта, не посынкующиеся, крупноплодные. Сибирской селекции дают отличный урожай. Можно рано высаживать. Вот они у меня в тоннелях живут. Переносят понижение температур, и поэтому я их высаживаю в теплицу в первую очередь. Хотя все говорят, что теплица для индетерминатных сортов, надо использовать высокое расстояние. Я наоборот, первую часть теплицы высаживаю такими низкими сортами, которые можно будет в случае мороза прикрыть еще пленочкой. Как я там прикрываю их пленочкой, я вам покажу. До свидания, до следующего видеоролика.